Город Советская Гавань находится на самом краю страны. Там, где упирается в холодные воды татарского пролива, своей конечной станции Байкало-Амурская магистраль. Эти места, изрезанные скалистыми бухтами и украшенные горными хребтами, поражают своей красотой и запущенностью. Тут и там видны ржавые остовые корабли, руины заводов и пустые оконные глазницы, покинутых или недостроенных жилых домов. Еще не так давно город был важным промышленным центром, военным и торговым портом. Теперь же от Совгавани осталось одно название. Заводов больше нет, порт превратился в перевалочную базу для вывоза леса в Китай, а местные жители уверены, что страна о них забыла и бросила их на произвол судьбы. Хабаровский край – огромный регион, третий по площади в России. Он растянулся вдоль Охотского моря от Китая до Колымы, подставив покатый бок самому большому острову страны – Сахалини. А вот жителей в Хабаровском крае сравнительно немного. На всю огромную территорию что-то около миллиона трехсот тысяч человек, большинство из которых живет в двух крупных городах – Хабаровске и Комсомольске на Амуре. А в самой большой прибрежной агломерации, она называется Совгаванско-Ваненское, всего-то 50 тысяч жителей. От Хабаровска до города Советская гавань – путь не близкий, без малого шестьсот километров, в том числе через горы. Мы знали, что эту трассу дальнобойщики прозвали дорогой смерти из-за большого количества аварий и, признаться, опасались этой дороги. Но, видимо, ее недавно подлатали, так что в какой-то момент мы перестали думать об опасности и отдались созерцанию потрясающих видов. Мы едем в Советскую гавань, в город на побережье одноименного залива, название которого напоминает о стране, которой уже давно нет. Куда едем мы знаем, но куда попадем в прошлое или в настоящее, пока еще только догадываемся. Но на подъезде к Советской гавани дорожная идиллия быстро заканчивается. Асфальт разбитый, везде зияют дыры. Гораздо комфортнее спуститься вниз, к воде и ехать прямо по льду. В местных бухтах многолюдно, тут и там стоят десятки машин. Это любители подледного лова, провожают уходящий зимний сезон. Ну раньше рыбалка проще была, раньше мы корюшку вывели на блесну. Такие маленькие блесна, помню. Старик делал блесну. И вот приходим. Ну где-то мы вот в этом районе всегда рыбачили. Вот здесь, вот здесь. Бывший стоматолог, а нынче пенсионер, Валерий отчаянно пытается выудить из-подо льда хоть немного тихоокеанской корюшки. Говорит, вот здесь, на этом самом месте, в середине прошлого века еще мальчишкой. С отцом они удели так, что не успевали снимать ее с крючка. Ну а теперь времени на воспоминания хоть отбавляй. Очень много сетками выбивают, особенно когда она идет на икромет. Вот там вот сетки ставят, вот там у нас, вон туда, вон там двадцатка, там велики. Там двадцаткинские аборигены. Ну, в принципе, работы нету. У них вся работа на льду. Поймал, продал, пропил. Все. Вся жизнь Валерия прошла в Советской гавани или в Совгавани, как ее здесь принято называть. И его родители, и сам он позже неоднократно пытались уехать, работать и учиться. Тем более, что на Кубани есть родня. Но каждый раз все равно возвращались в родную гавань. Ну, там у меня полно родственников. В колхозе будете работать, говорит, будет построить вам дом. У нас, говорит, свой кирпичный завод. А мы как раз получили квартиру. Дали нам квартиру благоустроенную, но куда там она запеленала нам все глаза, как это же, получить благоустроенную квартиру. Ну, и все. Потом дети пошли. И было у него три сына. Все как в сказке, но по-настоящему. Старший стал военным, средний моряком в соседнем Приморье. Ну, а младший сын вовсе не дурак. Ушел мореходом за 3-9 земель. Не из варяг, но в греки. И не прогадал. У меня средний сын с Тарпомом ходит. Получает 100 тысяч рублями. На находке? Да. Вот этот у греков работает. С Тарпомом тоже ходит на танкере. 8 тысяч баксов получает. Вот месяц. Месяц, да? Вот тебе и греки. Это там, в Греции, говорят, есть все. А здесь, вроде как, ничего и не осталось. Старый стоматолог сокрушается, что на этих берегах нынче нет ни работы, ни светлого будущего. И рыбы в гавани. За всю рыбалку лишь несколько мелких камбал и налимов. Он бы уехал, но, говорит, уже поздно. В его 70 менять климат опасно для здоровья. Народ с Савгава не уезжает вообще пачками. Вот газету местную возьмешь, продам, 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 продам жилье, продам. Короче, читать нечего, только все продается. А здесь как? Здесь вот береговую людью захватили, и только терминалы одни. Терминалы, терминалы, перевалка, вот угля. Что тут еще? Глиноземы, уголь, ну лес еще трилюет. Все. Но будто немым упреком пессимизму старого зубного врача прямо напротив нас стоит на берегу небольшой ангар. В нем, вопреки сложностям жизни, бюрократии и отсутствию позвоночника, растут и размножаются морские животные, о которых многие жители России даже и не слышали. Так, вот тут сидят мамы и папы, вот в этих ваннах, которые в этом году нам будут, должны по крайней мере принести потомство. Сейчас найду, они тут раскиданы, вот они. Это вот и есть морской огурец, трепанг, вот они, сидят наши мамы и папы. Вот он он. И вокруг рта много щупалец. И питается трепанг, он макает эти щупальца в пищевую среду и потом облизывает их. В России трепанги непопулярны, возможно, потому что просто не умеем их готовить. Хотя кое-кто и делает морские огурцы в меду для апологетов здорового образа жизни. А местных трепангов скупают бизнесмены из Китая. Там эти беспозвоночные зовутся хайшэнь, морской корень, и пользуются невиданным спросом. Считается, что это тот же корень жизни, только из воды. Ну, то есть сочетание жэньшэнь и хайшэнь. Китайские названия. Как по вкусу? Как резина. Ну, как бы у китайцев целый культ на этом построен. И они считают, что трепанг – это очень полезный житель моря, который способствует повышению иммунитета. Жители Поднебесной едят трепангов сырыми, пьют таблетки и мажутся кремами, сделанными из вытяжки морского огурца. Чем севернее трепанг, тем он больше ценится на китайском рынке. Получается, что самый лучший хайшэнь растет здесь, в соседнем Ксовгавани, поселке Беауде. Вот он немножко приоткрывается, можно ее смотреть. На его морской ферме есть и другие обитатели, более известные российским гурманам, но все же довольно экзотические. Морские ежи, устрицы, гребешки и трубачи. Вот он, трубач, вот его едят, вот эту всю часть. Достаточно вкусный. Такое искусственное разведение иглокожих и моллюсков в морской воде называется морекультурой. И самый качественный продукт растет именно здесь, в холодных водах Татарского пролива. В то время, как основные конкуренты Ивана располагаются южнее, в более теплых водах. Поэтому те же китайцы скупают все оптом и просят больше. Но больше уже не получается. Нам нужно много места, это то же самое, чтобы не накладывались культуры. Надо еще, ну вообще цех-то кубов на тысячу, не меньше. Это чисто для нашей акватики. А строить некуда, кругом земли Министерства обороны. Кому скажешь, не поверят. В самой большой стране мира, в одном из крупнейших ее регионов, трудно развернуться с бизнесом, потому что нет места. В те времена, когда название полностью оправдывало себя, в советской гавани была база ВМФ. А вокруг стояло множество воинских частей. Ведь до границ с могущественными азиатскими соседями рукой подать. Но армейская разруха, видимо, не закончилась 90-ми, а плавно перетекла в нулевые, а затем и в десятые годы. Военных здесь теперь не так много, как раньше. Но их угодья все еще обширны, хотя по большей части полностью заброшены. Такое ощущение, что Министерство обороны борется со своим населением. И все им надо для обеспечения обороноспособности. Мы уже неоднократно обращались, но эти земли необходимы для обеспечения обороноспособности. Кому они необходимы, зачем они необходимы. Иван мог бы увеличить объемы своего бизнеса на порядок. В 10 раз больше ванн для разведения морских животных. В 10 раз больше рабочих мест. И в 10 раз больше налогов государству. Но тому, похоже, мифическая обороноспособность гораздо важнее реальной экономики. С одной стороны, с нас спрашивают, вы должны развиваться предпринимательской деятельностью. А как можно заниматься предпринимательской деятельностью, если все земли военные? Никак. Поэтому пишем письма, обращаемся. Но решений пока никаких нет. Поселковый глава, как принято говорить, человек системы. Поддерживает политику партии и правительства. Вместе с ними шагает в будущее. Но как только разговор заходит о местных землях, однофамилиец бывшего министра обороны превращается в заправского оппозиционера и начинает сердиться. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, в чем сложность передать эти земли муниципалитетам. Война начнется, мы все под ружье встанем, будем защищать те же самые земли. А здесь мы получим какое-то развитие. Но среднее и малый бизнес, о котором мы все говорим по телевизору, с одной стороны говорим, а с другой стороны душу мы не даем возможности реализовать себя. Но так же, как и инвесторы. Они же не могут зайти на военные земли. И не важно, что он сам бывший военный, и что отдал армии без малого 20 лет жизни. Просто сейчас для него важнее интересы его соседей-избирателей, чем далекого военного ведомства. Здравствуй, Петя. Я его люблю. Да, ну спасибо большое. Вот сейчас вот эти у меня девушки, они ходят на вот эту спортивную площадку. Здесь они занимаются почти каждый день. Ну, здоровый образ жизни – это, наверное, пожалуй, самое главное в этом возрасте. Казалось бы, этим местам развиваться и процветать. Ведь кругом лес, море, природные богатства и красоты. Но людям здесь сегодня жить неуютно и неудобно. Заработать негде. Зато потратить последнее проще простого. Цены в магазинах и за жилищные услуги выше, чем в больших городах России. А условия жизни сложнее. Не зря же эти территории приравнены к районам Крайнего Севера. Да, все это формально. Да, конечно, нет. Нам же надо говорить честно все. Вот если бы за 20 тысяч он 10% платил бы за ЖКХ, ну, наверное, было бы неплохо. Как раньше, десятину, да, понятие десятину было. За ЖКХ 10%. А мы платим гораздо больше. Газ везде, куда угодно. Ну, что-то про нас забывает, про собственный народ. Надо сначала сделать своему народу хорошо. А потом уже думать о том, куда, где, чего продать. Понятно же всем, что он забыт. Конечно. Почему-то его потеряли. Хотя потенциал здесь настолько мощный. На Дальнем Востоке. Здесь столько территорий неизведанных. В поселке Лососино, что чуть севернее советской гавани, работает, пожалуй, самое старое производственное предприятие района, которое называется «Фабрика орудий лова». Ее еще в конце 80-х открыл приезжий одессит Василий Мандрыченко. Он давным-давно оставил родную Украину, но перед тем, как осесть на другом краю света, обошел его вдоль и поперек, по всем морям и океанам. И в Индийском, и в 40-х широтах, и Берингово, и Охотское. 10 лет отработал в этой индустрии промысла матросом, мастером, потом помощником капитана по добыче. Когда в 81-м он оказался в Софгавани, город произвел на него сильное впечатление. Здесь была база океанического рыболовства, одна из крупнейших в мире. Была разнообразная работа, было жилье. Одним словом, были перспективы. Молодых специалистов капитанами вставали практически в 23 года. Мастерами и помощниками капитанами в 21 год. Приобретение, модернизация предприятия была стремительная. Цеха все работали, все работало, весь город. Скажем так, работал. И даже в 90-е, когда вся страна переживала не лучшие времена, здесь по-прежнему была тихая гавань. Было много рыбы, были соседи, желающие ее покупать. И его сети всегда были востребованы, пока не пришли десятые годы 21 века. Невзирая на все удары происходящего, все-таки график или подъем предприятий рос. Ну, потом что-то случалось, что-то случалось. И вот это все как-то... Окончательно все обрушилось лет 10 назад, пока страна вставала с колен, и восточные окраины вдруг на них припали. И торговые, и рыболовные корабли один за другим навсегда ушли из советской гавани. А флот рыбной промышленности – это планомерный спад постепенно экономически в нашем районе, непосредственно в нашем производстве. Потому что флот рыбной промышленности здесь не базируется. Он ушел в Китай, Владивосток, Китай, Корея. Понимаете, да? Теперь его фабрика выполняет в основном мелкие заказы. Крупных промышлевиков почти не осталось. Перерабатывающие заводы закрылись. А оставшиеся рыбаки лавируют между рыбоохранным законодательством, квотами на вылов и банкротство. Я чувствую, что где-то что-то делается. Где-то что-то, как я всегда говорю, бородатые деды в Москве не спят, что-то делают. Но я это сейчас близко не ощущаю. Кроме трудностей с каждым день и усиления, но уже вот эти усилия, еще пандемия, да? И все предельные. Это мелкий трепанг, малек. Малыши-трепанги быстро набирают рост и вес специальных ванных Ивана Дыбы. Когда в заливе растает лед, он переселит их в садки, что установлены на дне бухты Юго-Западная. Это своеобразное морское общежитие, где в тесноте да не в обиде живут также трубачи и гребешки. Море, оно хоть и большое, но места и здесь не хватает. Это беда нашего региона. У нас есть рыбалка лососевая, и я считаю это проклятием. У меня вот заезжал к нам губернатор, вот карту мы ему показали. Вот это побережье, вот это побережье советско-гаванского района, до границы с Приморьем. Вот это все, что красное, это все рыболовные участки. То есть участки для промышленного рыболовства. На них нельзя ничего выращивать. Наверное, такие ограничения можно было бы объяснить заботой о рыбаках и рыбках. Но вот беда. Ни тех, ни других здесь уже давно нет. Последняя пути на горбуши в этих местах состоялась в 2016 году. И вот рыбы нет, а запреты остались. С того момента вот это все побережье, оно пустое, оно стоит, оно не работает. В 2018 году не было, в 2020 году рыбы не было. Уже, грубо говоря, 5 лет, 21-й год, он не рыбный, поэтому он будет стоять. И будет ли она в 22-м или в 24-м, никто не знает. Потому что заводов по выпуску малька у нас нет. Чтобы объяснить чиновникам нелепость существующих ограничений, он тратит у ему времени. Пишет в высокие инстанции, ездит в большие города. За годы этих вумытарств менялись министры и премьер-министры. А губернаторами и вовсе успели побывать аж 4 человека. Но дело с мертвой точки не сдвинулось ни на йоту. Я честно считаю, что, наверное, пофиг на нас. Иногда, кажется, было бы честнее сказать, ребят, собирайтесь, уезжайте отсюда. Здесь будем пересыпать уголь, всякие металлы перегружать. И во всем мире просто уделяют сверх, даже можно сказать, внимания к развитию аквакультуры. Потому что, в принципе, запасы океана подорваны. И на воспроизводство все надежда. Здесь все разваливается. И настолько все печально и умирает, что, честно сказать, иногда у меня тоже руки опускаются. Находясь здесь, в Советской гавани, никак не скажешь, что тут, рядом за мысом, таятся несметные сокровища океана. Потому что на полках местных магазинов лежат морепродукты из Белоруссии и Китая. А крабов, которых вылавливают в татарском проливе, под строгой охраной отправляют на запад и в страны Азии. Хотя и те же самые моллюски, которых выращивает Иван, тоже достанутся неместным. Такие деликатесы здесь особым спросом не пользуются. Да и денег на них у местных попросту нет. Китайцы покупают наш гребешок. Он стоит у них, наверное, раза в три-четыре дороже, чем их. А их гребешок они везут в нашем магазине. Иван приехал сюда из Самары в 2000-х. Занимался ловлей рыбы, пока та еще была. Поднимал с одно моря затонувшие корабли на утилизацию. Тогда бухта была похожа на огромное кладбище военных и рыболовных судов. Но когда и рыбы, и металла в воде стало мало, он задумался о более стабильном, как ему тогда казалось, бизнесе. Я бывал до пандемии часто в Китае. Я смотрю, как они развиваются, как поддерживают чиновники, как национальные банки выделяют. Даже кредитами это не назовешь. Потому что создаются рабочие места, создается готовый продукт. Но скоро он понял, что развернуться здесь ему не удастся. И что нынешний уровень для него потолок. Иван привозил сюда специалистов и инвесторов из России, Китая, Японии, которые хвалили и место, и бизнес. Но из-за бюрократических препон с инвестициями так и не сложилось. Иван вспоминает, как один китайский ученый не переставал удивляться тому, насколько природные богатства не соответствуют человеческому быту. И мы как-то гуляли с ним по берегу. Он ходил, камушки поднимал, смотрел и сказал интересную фразу такую. Мистер Иван, я очень удивлен, что у вас здесь так живут бедно люди. И я говорю, ну а почему? Он говорит, у нас в море живут только богатые. Надо же было как-то апеллировать. И я решил немножко защититься и говорю, доктор Иван, ну у нас в море, наверное, холодная вода. И поэтому у нас бедно. Он говорит, нет, у вас великолепное море. И у нас на этом море жили бы только богатые люди. И здесь бы все просто расцвело. У вас, говорит, чиновники глупые и жадные. Это сказал китаец. Зато в соседнем рабочем поселке Ванино проблему и с землей, и с морем решили в два счета. Когда крупным добывающим компаниям понадобился порт для отправки угля в Азию. Вот только местным жителям от этого вряд ли стало легче. Сверху белый снег, снизу черный. И такой бутерброд на всю глубину. Это угольная пыль. Она в Ванино повсюду. Сейчас ветер немножко в сторону, как бы дует лимано-чистоводной, да, речки. Откуда питьевая вода вообще поступает на поселок Ванино и на прилижайшие поселки. Там весь лед углем просто засыпан. Например, если там катаешься на коньках, то приходишь, у тебя куртка вся черная. Уголь в Ванино грузили всегда. Вот только раньше отсюда увозили по 2-3 парохода в год для нужд северного завоза. Теперь же с появлением крупных горнодобывающих компаний грузовые суда стали отправляться каждую неделю. И горы угля для них выросли прямо в центре большого поселка. Здесь вообще уголь и глинозем не должны перерабатывать. Вот цепучие груза, потому что здесь механизмы для этого не предназначены. Они не предназначены. Здесь все производится гриферным путем. Невозможно гриферным путем переработать этот, перегрузить уголь, чтобы не пылить. Нет таких вообще, даже в природе не существует, как это все остановить, пылеподавление. Александр с 17 лет работает в порту. Он председатель местного правкома и организатор Всероссийского профсоюза докеров. Один из главных противников перевалки угля в Ванино и его окрестностях. Потому что боится за здоровье и будущее трех своих детей. Производство должны быть, и перегрузочные комплексы. Но как творится вот здесь, в Ардовском путем, я не понимаю этого. Это не доход для государства, не чистый доход для жителей. Это онкологические заболевания, астма и все остальное. С каждым годом перевалка угля увеличивается. Ванино, стратегически важный порт в этой части страны, прирастает новыми терминалами. Все ближе, подбираясь и к советской гавани. Но что любопытно, у крупного бизнеса не возникает никаких проблем ни на земле, ни в море. Нужные решения принимаются быстро и четко. Так, что остальные лишь пыль глотают. Угольные. Работаем, зарабатываем онкологические заболевания здесь. Также здесь проживаем. И наши дети дышим этим, чтобы, я не знаю, наполнить Китай этим углем для их непромышленности. Здесь, в приграничных с крупнейшей экономикой мира районах, эта несправедливость, наверное, чувствуется особенно сильно. Когда абсолютно все, от угля до редких моллюсков, достается соседям. А ты, бросив прощальный взгляд след уходящим вдаль кораблям, идешь дальше рубить, ловить и добывать. Чтобы наполнить вновь прибывающие корабли сокровищами своей земли.